Иван Александрович, привет! Это Савинич, я стараюсь почаще вспоминать, шутка же сказать, ученые, вот, приехал к Железову учиться, седьмой год, по-моему, учится. Ой, я опять жду, жду за черенками, сейчас буду редкие, саженцы, редкие черенки прививать. Это учебная фотография. Значит, смотрите, я вам показывал раз 10, да, первый раз, тема прививок сейчас будет 20-30 минут. Почему? Я вам обещал, а прививка, будем говорить, приближается весна, тема прививки. Но не вот этот нудный рассказ. Вот, помните, все тот же, как мне, моя ученица из Питера, а вот в их университете доктор наук отказался читать лекции по прививкам, ему 5 часов, а показалось мало академических. Вот. Ну, мне обычно хватает, чтобы человеку научить час, а не надо неделю или две. Так вот, смотрите сюда. Значит, как в советское время, впервые я увидел прививку, так, когда прививал, я фамилию помню, профессор, в советское время. Это было так давно, у меня и сада не было. Это получается больше, чем 40 лет назад. По центральному телевизору он показывал. Куст, вот таких 40 веток, вот-вот, вот таких вот, вот такой, в шатром. Взял одну ветку из 40, вот, вот такая же, смотрела вот так вот. И на горизонтальном месте взял, сделал прививку. Четко сделал, видно, специалист. Но на середине ветки сделал прививку, я подумал, ну и три яблочка. Даже тогда сообразил, три яблочка больше не даст. Ёбло-ёк, не понимаю. И с тех пор, и до сих пор, клянусь богом, если не считать суперспециалистов вроде Латинкова, вот, и ещё двоих-троих. Только сейчас пришла мне эти ролики от этого, от Макарова. Вот. Алексей Иванович, привет, если ты меня слышишь. Я потом вам покажу. Ой, какие черешни, господи, господи, господи. Что, гражданин Макарова, мне валяться, что ли? Сколько меня удивлять-то будете? И Зиновида Пац, и вы, ещё десятки. Уже сотни. Так вот, значит, выбираем вертикальную ветку. Вот. Почти вертикальную. А то увидел 10-20 фильмов. Ну почему вы берёте горизонтальные ветки? Что вы на них получите? Вот, пожалуйста, вам пример. А Елена Александровна просто позирует. Вот. Ну и заодно учится. Варианты. Раз мы заговорили про примирку, давайте теперь думать. Мне же... А можно ли у многих деревья, скажем, несколько лет, пять лет, десять лет, двадцать лет, и мне говорят, а примать дождался урожая, а кушать невозможно. И год за годом, потом, наконец, Константинович, может быть, я привью, да ради бога, а научи. Ну, учу. Сходите сюда. Итак, молодое дерево. Всегда можно найти пару вертикальных веток. Вот здесь я бы мог привить. Раз, два, три, и даже четыре, пять. Все пять скелетных веток можно перепривить. Так. Раз. Дерево постарше, внимание, смотрите, оно как бы создано для... Я его все спилить, не спилить, спилить, не спилить, я уже, у меня крыша уже едет. Почему? Я его один раз подрезал, тут уже рядом, если заметьте, вот от него, рядом растет два дерева. Венгерка, а оно уже начинает заслонять, оно поменьше. И персик. Вон он, видно его, он его тоже вот-вот давить начнет. Плохо видно, что вот он, вот уже кроны сомкнулись, персик рядом растет. А мне его жалко, а это манджурец. Я его взял, смотрите, видите, обратите внимание, какую сильную обрезку я сделал. Видели? Проходит год, она выбрасывала еще больше побегов. Я думаю, ну что, ну спиливать, не спиливать. И решил еще годик оставлю, но как? Ну, порядка десяти прививок сделаю. Я буду тыкать все подряд, не выбирая. Вы знаете, что такое эффективная гибридизация? Сказайте одно из главных качеств. Для кого-то это страшный минус для науки. Невозможно угадать, что получится. Я ниже покажу письмо, там все, все, все знают, все узнают, как получится, знают. А на самом деле это неправда. Ну для меня то, что я сделаю десять прививок и навтыкаю сюда и слив, и навтыкаю сюда и абрикосов, и то, что я не знаю, какие будут плоды, для меня это лишний год прожить. Жалко ж помирать-то. Поверьте, жалко. В моем возрасте. И вот эта вот непредсказуемость, это такое важное, это загадка. Вот. Вспоминаем молодость. Женщина, знакомишься, ты же анкету же не требуешь тебе или требуешь? А? Сейчас может и требовать, сейчас может. А раньше-то нет, раньше мы по любви женились, вспоминаем. Итак, вот это дерево постарше, и теперь оно годится для массовых прививок. Идем дальше. Вариант более старшего дерева. Итак, берется одна ветка, скелетная, да. Видите, она отстала, почему? Потому что стоило мне вот тут отрезать, что эти ветки на прививку. Раз, два, три, четыре. Гажонтальные вот эти две я не буду. Четыре прививки могу сделать. А почему? Господи, если бы вы знали, что же это за дерево такое. Замечательно. А как его опылить? А вот способ, пожалуйста, другой сорт прививки. Второй сорт прививки, третий, четвертый, пятый. То есть будет пять сортов. Ничего особенного. Приживается хорошо, это же груша. Наверное, легче всего груша, это. Легче всего прививать груши. Результат хороший. Итак, вы видели такое дерево, варианты. А вот это я называю обрезка на омоложение. Итак, дерево, допустим, несъедобное. А у меня это, в данном случае, банджуриц. А мне их уже девать некуда. А науки не пригодились, эти мои сотни тысяч костик. Вот, еще год я их выброшу. Так? Вот. И вы не покупаете. Ну, тогда я так, я сделал два фильма, вспоминаем. Вот. И там, и там я рассказывал примерно одну и ту же картину. Тысячу покупаем, садим. Потом 900 продаем, сотни оставляем на развитии. Ну, и так далее. Вот. Ну, тут же один фильм, один заказ. Два фильма, два заказа. Потом еще один догонку. Все. На всю страну. А я еще надеюсь, что это, выбрасывается. Они на сертификации. Сухие, можно купить и годом подождать. Пожалуйста. А сертифированные, все, все пойдут в эту. Чуть не сказал куда. И так, вот это делается обрезка на омоложение. Выбрасываются в молодые побеги. И у вас на старом дереве, ну, какое на старое? Ну, это у меня где-то лет 15 ему. Просто плохо видно, что оно гораздо больше. Вот. Поняли, да? Омолаживать можно деревья до 20 лет. Главное, не подпускать их и специалистов. Господи, как они вас обурят. Как вас обурят. Это появилось несколько новых профессий. Одна из них, это обрезчик. Залезет на дерево, искалечит, извечит. Вот. Вот мой этот самый. По моей команде. Мой друг, лесоруб. Он миллионы деревьев за свою жизнь. Длинную жизнь. Тайде. Вот он подходит. Включил пилу. Жик, жик, жик. Несколько секунд. Вот всё. Ну, ещё минуту уйдёт на замазывание торца. Вот. А если бы вы видели, у меня, кстати... А, даже другого раза. Подходит, его снимает. Он подходит к вишне. Густая. Подходит к этому. Уже перед этим груша. Её уже обрезали. И она, так как её обрезали, она бросла вот так вот толчками. Их там сотня. И он сейчас на глазах у всех начнёт эту сотню вырезать. А зачем годом раньше его, это, загустили? Ну, поняли, да? Вот. Вот это вот прислали мне фотографию. Это несколько черенков. Обратите внимание. Вполне выглядит хорошо. Добрый день, Валерий Костянович. Сегодня пришла посылка. Всё дошло прекрасно. Черенки, как будто их только срезали из дерева. Спасибо, Осипов Ирина. Давайте посмотрим, например, на моих помощниц. Видите? Кстати, абрикос Мичуринский, клон железа. Знаете, правда? Вот. Елена Александровна подтвердит. 100-граммовые плоды. Никогда, ни на одном Мичуринском, не было и не будет. Не считая вот этих вот веток, которые вам достанутся или нет, это уже вам решать. Вот. Этот способ, эффективная герберизация, по железному. Она идётся давно, но результаты эти слабенькие, потому что нужны жёсткие правила. Я их открыл, установил. И тогда получается 30-граммовых плодов. 2-3 поколения получились роскошнейшие 100-граммовые. Вот так вот. Ну вот. Почему я показываю девушек? Сейчас покажу. Вот одна барыня. Вот вторая барыня. Так. Позди Филиппева. Феномен. Плоды 100-граммовые. Помните, когда я показывал, там Иоанн Исана держит вот такие вот огромные плоды. Это вот с этого дерева. Так. Теперь. Посмотрели. Теперь смотрим. Значит. Объявление. Это очень важно. Я с этого железа из Сибири делаю весенние скидки. Ну, с марта-весна началась. 20% на семена и скидки для пенсионеров, инвалидов, детей. Я все-таки надеюсь, что у кого-то дети тоже в саду бывают. Тем, кто уже заказывал ранее, то есть, это здорово, вот, пожалуйста, налетай, подешевело. И тем, особенно, я специально, кто испытал горечь и удачу, опустил руки. Сколько писем, боже мой. Очень люди серьезнейшие. Умные, грамотные. Многие достигли в этой жизни успеха. Ну, вот, захотелось на пенсии еще сад иметь. И все и бесполезно. Все умирает, умирает. Так, давайте теперь так. Тему продолжаем про привычки. Итак. Привычные ножи Олега Сараватка. Видели, да? Вот. Посмотрели. Замечательная вещь. Дальше смотрим. А это, значит, ну, рекламный снимок. Цена 3500 любого ножа. Далее. Еще есть вот эти, как они называются? Ну, я их называю, станочек для заточки ножей. 3500 плюс 300 рублей. Пересылка еще 300. Вот. Теперь я вам, да, телефон Сараватка. Почему? Он хоть не любитель рассылать по стране, ну, сайногорцы могут к нему приехать, созвониться. Правильно? Вот. Такие же, как он рукастые скажет, приеду, поучи меня. Думаете, откажет? Вот. И это его он мне данные дал. Ватсап. Так. И телефон. Понимаете. Теперь. Сейчас я расскажу, как анекдота. Итак. Кто из вас, ну, 300-400 человек из вас, увидели мой фильм. Два фильма. Сейчас будете смеяться. Вот. Значит, мой сосед, мой земляк по северу. А он тоже одним глазом смотрит, ой, как не обиделся бы. И вот говорит, а что за нож там, Олег, сколько стоит? Я говорю, 3500. Ой, нет, мне дорого, я поищу другое. Вот. То есть я его предупредил, прежде чем покупать, обязательно узнать. Заточься на две стороны или на одну. Ладно, ладно, ладно. Дальше, в двух фильмах вы видели вот это чудо. Это не его нож. Лет 8 назад мне его прислала женщина и прислала еще эту самую ленту. То есть это был как бы комплект. То есть обыкновенный нож, он не перочинный, он окулировался. Вот из этой пяточки. Но он заточится на две стороны и резать не может, вообще не может. Если только не заточить, не перетащить, или уж так остро заточить. Но он же твердый. Единственное, что у него поценно, это сталь. Твердая очень. И тогда получается, тут нужна такая заточка, плакать будешь. Вот. То есть нужен настоящий токарь. И я ему все это рассказал. Проходит неделя, Константинович мой нож, как он слово-то применил. Все, протестируй. Я снял два фильма, видели? Он был заточен на две стороны. Это такой же, из этой серии. Мало того, 11 лет назад, заметьте, 11, не один, не пять лет, в Москве. У меня есть фильмы. Многие эти фильмы видели. Кто учился по моим фильмам, там же я сижу за столом, рядом толпа людей. И я еще сказал, что вы накупили эти же ножи. То есть идет год за годом. А на нем написано, черный по белому, прививочный. На упаковке, прививочный. И уже второй десяток лет. А может, это 20 лет. Откуда мы знаем? Это я только любуюсь 11 лет на этот нож, Который только хлеб лежит. Но я думаю, эти история не закончилась. Я ему вспоминаю фильм. Я говорю, это, Володец, сколько стоит? Тысячу. Так, думаю, конечно, это не три с половиной. Но тысячу уже выбросил. Почему? Он ничуть не лучше любого пересиданного ножа. Дальше. Проходит время. А, я ему сказал, перетащить надо. И показал, какую сторону перетащить. То есть, вот такое движение. Правша делает вот такое движение. И вот эта сторона, вот эта сторона затачивается. Вот это вот, вот это. Ну, или я покажу на своем немецком ноже. Вот мой немецкий нож. Вот. Вот эта сторона ровная. Вот эта вот сторона с этим, с уклоном. Понятно. Ну, или почти хотя бы. Итак, сегодня Константинович, а я еще взял с собой, потом еще больше, он не так очень болезненно воспринимал, ведь я выставил, как сказать-то, обманутым. Кому нравится. Вот. Видели, как он тогда отходил в сторону, когда я вот этот нож ругал, объяснял, издевался. Он в сторонку уходил на 20 метров. Вот. Ну, я ему объяснил, тебя кинули, помоги спасти деньги у сотен людей. Вот. Ну, помог. И вот я сегодня приезжаю, Константинович, ты здесь, здесь несет мне нож, заточенный на одну сторону, на противоположную. Ну, я говорю, как так получилось? Давай им резать, а он чуть-чуть лучше, но все равно он, это, ну, как сказать, твердый резидент не берет, то есть скользит. Я могу им на третий-пятый раз сделать ровный связь, но у меня-то рука набита, а он никак. Вот. Я говорю, а как получилось? Ну, я же ему сказал на эту сторону, а он мне сделал на ту. Сколько заплатил? 300. И так минус 1300. 300. Ну, и дальше, что? Понятно, да? Ну, уже после этого, тем более, за 3500 покупать вот это тоже не будет. Вот. Сказал, знаете, как мне сказал? Ну, я ему сказал, я тебе свой нож дам, а он еще храбрится. Да я этим приспособлюсь, потренируюсь и этим буду. Ну, вот этим искалеченным. Все, проехали. И рассказывал, как анекдот. Так, это Тимоша, это мы делаем сертификацию. Вот это я так слой за слоем, слой за слоем, слой за слоем, слой за слоем. И теперь у меня лишних три таких ведра. И, похоже, вернуть их в сухое состояние уже не могу. Похоже, они придется выбросить. Вот. Ну, по скидке я уже вам сказал. Следующее письмо. Высадила все косточки в теплицу, черные стаканчики, в которых рассаду продают. Других не было. Внимание, амур дал роски, персики все поросли. Вот что меня удивило, они дольше всех должны спать. Слива красно-желтая, пакетик с росками, уссурийская груша на грани прорастания. То есть, я не могу понять, потому что тут же вдруг такое же письмо обычно присылают. А там написано, что все спит. Вот так вот. Дальше она пишет. Решила все высадить, а не бегать потом с каждым. Хм, молодец. У нас днем 3-5, ночью подмораживает, закрыла акрилом. Днем буду открывать на ночь, накрывать пока. Ну, получается, знаете что? Есть промежуточные варианты, это теплица. Ну, еще раз говорю, теплицы нельзя долго держать. Они расхолаживаются, как бы сказать. То есть, если в горшочке теплицы порастели, потом в день мая рассаживайте, ладно? Запишите меня на осень, на косточке персиков, на сливу, сувернир востока, венгерка, богатырская, цветковая. Дело в чем? Только закончились у меня. Так. Вот. И я просто хочу сказать, благодаря этому письму, это повод, что никакой очереди нету, и никакой записи нету. При вот сентябре-октябре в это время всего полно, пожалуйста, заказывайте. А потом, когда она где-то неделю назад подайте косточки персиков, да не напасешься же. А это опять фотография этих же ножей я заранее приготовил, потому что, помните, на предыдущей фотографии была нож-черная рукоятка и нож-вот этой красивой рукояткой. И человек поставил условие. Мне только вот такое, коричневое. Ну, я ему тогда взял, послал эту фотографию. Был, тебе повезло, дружище, и все коричневые. Так, еще тема ножей не кончилась. Еще один, как его назвать, собеседник, купил подобный за 400 рублей из любопытства. А, он тут фильм посмотрел, помните, где это? Я издевался над этим ножом. Вот над этим. Вот. Переточил. Ну, надеюсь, правильно переточил. Подводка широкой лизы, нож-бомба. Сталь хороша, точил отмазанными бросками, довозил на рубине. Для новичков. Это он пишет. Для новичков, он, не я. Какой бы вы нож ни взяли, хоть самый дорогой, либо ищите мастера-заточника, который в теме превращается к таже. Либо изучайте эту тему, приобретайте нужные камни. Если нож с удачной, за ноской геометрией, о, какие сложные. Его достаточно иногда лишь легонько править. Китайский рубин без вариантов. Камень вечный, недорогой. Все нюансы в интернете. Видите, какими сведениями делятся. Вот теперь у нас будут специалисты. Не только по ножам, но и по затащим камням. Тем, кто только хочет начать плевать, достаточно обычного строительного ножа со сменными лезьями. Для прививки за кору пойдет любой кухонный нож. Да, это правда, за кору. А вот качество превосходной ленты имеет решающее значение. Многие дешевые рвутся, неравномерно тянутся, липнут пальцем от статики, перекручиваются. Я себе взял итальянский парафильм. Я, честно говоря, не до конца понял. Итальянский парафильм за 1500 рублей. Аналог японской боди-тейп. Еще круче. Рулончика хватает на 1000 прививок. Мне на всю жизнь. Ну, а теперь так. Значит, уже эта фотография, ей сто лет. Я ее сделал, когда много лет назад тогда бы мне прислала подарок, чтобы я этим пользовался. Видите? И тут я ее сфотографировал. В комплекте был нож. Вот она, брюганы. Только здесь еще самурай написано. Почему-то. Вот. Намекают. Ну, что, не знаю, ну, что. Характерием делать, что ли? Он же тупой. Кстати, у них еще есть одно качество. Я первый раз вижу иностранный нож плохо заточенный. Раньше плохо точили отечественные. Вот. Он плохо заточенный. А назвали самурай. Я думаю, им же характери сделать-то невозможно. Он тупой. Вот это только живот исконечный. Шучу, шучу. А вот это вот та самая. Это обыкновенная сантехническая лента. Вот. Чтобы вас соблазнить, ленту поди продай. Ага, сейчас. А как сейчас комплекты купят. А когда натягиваешь, она превращается буквально в нитку. В нитку. Вот. Можно. Я показывал в фильме. Крепкая, но растягивается, становится десятки раз тоньше. То есть, мне она не нравится. И тогда я взял это то, что исчезло из продажи. И боюсь, что навсегда. Это и есть полихлорунилая пленка. Один из вариантов. Самый лучший. Я десятки лет работал ей. А результаты вы мои знаете. Видели. В сотнях этих фильмов и в тысячах фотографий. Тогда получается еще одна. И если где-то, когда-то. Я однажды. У меня были связи. Не скажу где. И я мог достать очень дешево. Пленку не такую. Помните, слегка с розова. Она использовала ее в медицине. Шарко-шарко. Все кушетки ей застилали. Операционные столы ей застилали. Бах. Нету. Оказывается, когда обнищала медицина, в массовом количестве ее перестали выписывать. А та вторая, полипропиленовая, она тоже хороша. Чуть тоньше, но тоже хороша. И так же тянется. Великолепная вещь. Там и главное у лент. Это когда со всей силы натягиваешь, вот эти свойства сжимающие остаются. Попробуйте полиэтилен. Как только не намотайте, вот тут же это перестанет стягивающее свойство и тут же исчезнет. Она будет просто болтаться. Дай бог, поначалу она еще держит, вот. А потом она все равно ослабнет. А это не ослабевает. И тогда получается, что. Узнайте в вашем городе. Вот этот кусок 20 метров я привез из Челябинска. Учил в Челябинске эту. Ну, извините, меня позвали как учителя. Я учил НПО в Саде России. Я учил и прививать. Ну, то есть не учил прививать, показывал свои варианты прививки. Я возил специалиста садовода-кандидата того к даму, которая сидела за рулем по магазинам. Я нашел огромный рулон. Учего удивился, у нас он исчезло. Именно в Челябинске вот такой рулон. Вот такой вот. Вот. И попросил отверстие для 20 метров. И вот он перед вами. Ну, а насчет ту, которая использует медицина, ищите и обрячите. А вот это вот, до самых крайних случаев. А вот этот товарищ, который... Ух, ё-моё. Вот это вот. Язык сломать можно. Вот это я даже не знаю, что такое. Идём дальше. Вот этот нож, Антон Валяевич, он сейчас, конечно, седьмой год вебинара. Это какой седьмой? Десятый. Он уже, наверное, их и не слушает. Тем более много повторов. Вот. Когда-то он купил партию этих ножей, добавил то, что по Карлу Маршу и Криду Клани, что называется, привабочная стоимость. Вот. То есть он покупал по одной среде, продавал по другой. И многие из вас обзавелись этим ножом. Великолепный нож. Не поверите. Мне он подарил. И сейчас я вот этим подвесным немецким я считаю высшее качество. А вот этим ножом пользуется Сергей. Я не могу его убедить, что переходил на немецкий. То есть поработал немецким, а всё-таки вернулся к этому. А что на нём написано? Виктори. Виктори Нок. Ну, может, найдёте. Почему? Этот нож, я даже видел его поверх фильмов учебных у людей. Вот он. Виктори Нокс. Дальше, не переводи мыслов. Свис. Майт. Мэйт. Стан. Ну, и так далее. Это всё. Вы можете переписать и поискать его в этом самом. Где хотите. Ищите и обращайте. Вот. Неплохой нож. Всё. Я тему ножей как мог рассказать. Теперь сроки прививки. Вот. Я посмотрел. У меня же... В эту фотографию вы не узнаете, как дата. А там, где она в этом... Как называется? Там, где она в папке, я на это... Навёл эту мышку и получил. Четвёртое апреля. Чётого апреля делась прививка. И сегодня у нас двадцать пятое. Двадцать шестого. Первые прививки будет делать Сергей. Хотя земля завёрзшая. Но позже всё-таки он работает на заводе. Вот. И... А отпуск имеет свойство кончаться. Поэтому... Завтра ещё раз ещё начинает прививать. Хоть это и опасно. И вообще... Ну... Но если он насчёт вовремя, то закончит... Другая... Не дай бог в мае прививать. Вот. А, кстати, вас научат в мае. Вас научат. Ну, ещё. Тема прививок скоро закончим. Это скелетное прививки. Обратите внимание. Привитые практически все вертикальные. Вот. А вот такой дурью мается, как взять горизонтальную тоненькую веточку и привить. А зачем? Ну, ну... Зачем нас так учат? Я и до сих пор подел не могу. Ну, не высовывайтесь, если у вас такие эти... А верхушечные... Прививать верхушечные эти... Сочки? Верхушки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Получается, что где-то чего-то научился немножко прививать. Понятия не имеют. Ну, вот как они делают? Вот привил верхушку, да? Чем закончился? Ты сам-то посмотри, что будет через месяц, через год. Ты дождёшься урожая? Никогда. Прививай в верхние 5-8 почек. На куличах верхушечных. Что за специалисты такие? Я понимаю, вам кровь из носа, потому что на этих же ваших сайтах очень популярны. Сотни тысячи. Сотни тысяч просмотров. И там же реклама, всё что угодно. А дама из Москвы сказала, а сопутствующие материалы, может быть, возьмёте? То есть, понимаете как? Мой сад чист, как это. Фильмы, реклама никакой, не считая моих призывов. Купите сто, купите тысячу. Больше никакой рекламы нет. Не умоляю ставить лайки. Заметили. Для меня это унизительно. И тогда получается следующее. Ну тогда, а раз не хотите купить саденцы, говорит, Купите всё, что имеет отношение. Иначе вы перечислять. Яды, эти самые, секаторы. А вы знаете, какой привычный секатор? Уникальная такая, как её назвать? В другой раз покажу. Кто ещё не видел, как я их проклинаю. С одной стороны, талантливое изобретение, с другой стороны, не годится для привёк. Вообще. Вообще, то есть, их продано сотни тысяч, десятки тысяч. Вот. А садом нет вообще из-за них. Так вот, а она мне опять предлагает. Вы понимаете? Ну я просто, вижу, отказался. Я не стал доказывать, что она ту-ту предлагает. Так. Страшнейшая тема. Сейчас, знаете, я вообще составлю. Вот потом вернусь. Время быстро бежит. Вот это подлая вещь. Вот ради этого, вот эта подлая вещь. Уничтожает этот. Ну вы же сами понимаете, о чём речь идёт. Уничтожает кометь. Уничтожает ужас. Одна из страшнейших ошибок. Но я столько раз говорил. И ради чего? Вы представляете, что это... Человек, допустим, вас научит, а есть же люди мнительные. Отрезать себе пальцы. Отрезать себе нос. А почему? Он же вам тут же продаст всё, что надо, чтобы остановить кровь. Бинты. Вот. Естественно, там какие-то лекарства. Потому что это же тяжёлая, тяжёлая операция. Отрезать пальцы, да? И убедят. Сможешь убедить? Нет. Ведь когда-то же, знаете как, убеждали людей отрезать себе гениталии. И такое было. Скопцы есть такое слово. Вполне официально. Скопцы. Вот. Или просили кого-то ответить, потому что иначе грехи говорят, чтобы не грешить и не думать об этом. Вот. То есть человека можно убедить даже в такой, казалось бы, жуткой вещи. А тут просто кометь. Вот. Что с ним делать? Вырезать. А ему всего-то надо вот это всё продать. Ради этого. Всё затеяно-то. Живица. Знаешь, что такое живица? Это вот из-за этого, смотрите. Сейчас. Вот видите. И вот. Я один раз помогал. У меня друг подрабатывал тем, что он на этих, на лиценицах вырезал эту же самую живицу. Вот. Ну, как-то есть, машина у меня была, у меня нет. Заехали на глухую тайгу целый день, два рюкзака мы нарезали. Потом он куда-то стал. Ну, это было, он был безработный, а помогать человеку надо. Вот. У меня до сих пор вот там на трессорях лежит с килограмм этой живицы. Прошло 30-35 лет. Наверное, она уже не годная. Вот. Ну, как-то я её жевал. Кто-то советовал, что я могу жевать. Потому что это лечебное. Вот. И вот эта дочь заключается, знаете, в чём? Вот, смотрите. Если, в принципе, хозяйство, которое меня терпеть ненавидит, она летом пишет, при обрезке летом вам понадобится живица замазывать, при обрезке осени вам понадобится живица замазывать, и при обрезке зимой, видите, когда вышло? Третий номер, это это самое. Ну, считайте зима. Вот. При обрезке зимой, зимой. И вот получается так, свою долю серебриков получает журнал, потому что это же не просто какая-то статья, это рекламная. Вот. И поразработали, т, т, т. А зачем резать зимой? Если бы было бы, ну, как я скажу это, если бы они знали правду, что зимой резать нельзя, смертельно опасно, даже если потом замазать живица. Ну, рана-то уже никуда не денется. Они вот это понять не могут. Вот это вот. Рана ж никуда не делась от того, что ты ее замазал. Да, замазал. Рана никуда не делась. А вот это вот, вот, все-таки вернусь. Хотел пропустить, то уже надоел вам. Итак, срезает, получает страшную рану, смотрите. А тут их, знаете, На целом дереве я насчитал, и было, пока смотрел кино, было что-то сто. Сто ран. Ой, какая прибыль будет. Каждый вырезает. А уже, она уже залечила, все. Раны больше нет. Вы скажете, а неспроста же появилась камень? Да, неспроста. Да, это мороза бояна. Да, дерево не выдержало. Ну, так, не берите деревья, если уже вы берете южные деревья, они не сразу же погибают. Оно начинает болеть. Оно может погибать три-пять лет. А вы за это время еще, а вы знаете, когда он все раны в фильме залечил, смотрите, жуткие раны, площадь гигантская. Дальше. А он дальше покрыл этим самым, защитным этим гадостью, забыл, как называется. Вот, так. А и потом жалуются, она опять проступила. А ты что, думал, избавишь от него дерево, продлониц, снова? Ты ему не дал лечиться, ты сделал страшную рану, ты решил, что-то вылечил. Какой к черту, когда кора выдержит минус 30, минус 40, а здесь-то коры-то нет, ты же ее срезал сам, своими руками. И снова потекла живица. И самая жуткая жуть, это когда теперь искалечит теперь давай все, это ж полмагазина. Ну? А помните та фраза, как ее назвать, такая наглая, презрительная по отношению ко мне, вот, вместо того, чтобы поносить этот способ, то есть уничтожение, уничтожение живицы, вы бы лучше сосредоточились и так далее. То есть он меня раз по морде, а зачем тогда уничтожим живицу, делать рану и замазывать живицей? проехали. Устал я от этой живицы? Ну, вот это же недавно повелось, но я не мог не прокомментировать. Так. Валерий Константинович, понятно, что вы являетесь последователем запаса Хольцера. Кто такое сказал? Дело в том, что я просто объясню, я не буду, там можно пять-десять его взять цитат, назовем их как бы судьбоносных и самополагающихся. Вот. Я с огромным уважением отношусь. Получил результат? Все. Если заметьте, почему я не стал цепляться к нему, там, где я с ними согласен. Я не стал цепляться. И вы уже решили, что я последователь. Никакой не последователь. С запасером мы должны были пересечься на Урале, кажется, в Свидовске, я не помню. Он ездил по стране со своими гастролями. Он читал лекции. Ай, люди платили такие деньги, сотни тысяч. Вы не поверите. Ну нет, тогда десятки тысяч. А так как прошло десятилетие, то считайте, что на современные деньги сотни и платили. Они шли к нему за лекции за откровением. Примерно так же, как слушали Христа. Народ собирался на его лекции Христа. Или по-другому они назывались. И тоже они так же вот сейчас мы всем послушаем, у нас будет такой же сад, как у него. Это книг-то начитались, а тут живой, как бы живой, как человек, мессия, вот, это как бы мессия. И что мне было, все, что хорошее о нем говорили, то есть, что я хорошее о нем вычитал, я считаю сейчас, да, это надо мне дать, вот это, а о плохом-то я не слово, а какое имею право говорить, у него условия другие, он в гараже живет, а я предгорев, и пошло-поехало, разница, вот, и тогда получается, что, ну, давайте один вопрос задаться, я не виноват, это он, он мне прислал такое письмо, что мочит меня, такие культуры как виноград и персик сходны биологически и их нужно обрезать ежегодно на урожай, ну, что, Хольцер его научил, что это одно и то же, да, относиться можно одинаково и обрезать можно и виноград и персик, но биологически они абсолютно разные, понимаете, свинья и обезьяна к нам ближе, чем персик виноград и виноград персику, вот, слушайте дальше, в отношении персика так это или нет, как вы делали, сами делаете, конечно нет, уже ответил, свинья к нам ближе, но почему-то вы уходите от ответа, я уходил от ответа, вот, есть же нудные, но умнейшие люди, он понял, что, это так же, как я не сцепляюсь и не это, с этим самым, со своим другом Курдюмом не сцепляюсь, я многого с ним не соглашаюсь, но я не толычу на каждом углу, Курдюмом не прав, Курдюмом не прав, никогда вы не услышите, и не слышали, так вот, человек почувствовал, что я промолчал, там, где не согласен, и вот теперь, что из этого вышло, человек полный недоумение, он умница, читаем дальше, я деревья, кроме винограда, не трогаю, пишет он, передо мной три персика, два трехлетних, четырехлетних, скотских, как быть, живу на оке, 55-я королевка, как у чуговия Дмитриева, кьем, да что же это такое, человек ждет от меня ответа, резать персики или не резать, если коротко, да я столько раз объясню, конечно не резать, конечно не подходить, кто-то внушил людям, что не будешь резать, умрут, заметьте, нетронутые умрут, а если резать, мы им жизнь спасаем, никогда голову на плаху положите, я уже который раз, Илья Александровна, когда это самое, ваши коллеги возьмутся за ум, я имею ввиду не за ум, а за сущие рукава, почему нельзя взять 100 персиков и 100 персиков, половину отрезать нижней скелетной ветки, якобы если их не отрезать, умрет дерево, 100 и 100, одинаково абсолютно условие, наверное это будет не Сибирь, не у тебя в Красноярске, не у меня, в какой-то аномальной зимы они начнут подмерзать по другой причине, для этого достаточно причин, первый мороз, так, тогда получается, взять допустим, да я бы дал Макарову миллион рублей, сказал, дружище, Алексей Иванович, возьми ты, у тебя этих костей, персиков, как собак нерезанных, вот, вот тебе миллион рублей, ты спасешь миллионы деревьев, если ты сделаешь, не просто обычную работу, как у тебя там этих персиков, и все плодоносит, и, да мне иногда это самое, хочется к тебе уже ученики податься, вот, уже не ты меня учителем будешь звать, а я тебя, и тогда, сотню и сотню, там у тебя, подмосковье, или второй будущий директор, Брянского института, если наши придут, они вот тут же назначат, наши имеются ввиду, не революция, нет, просто найдется умный человек в окружении этого, там, допустим, представителя, нет, министра сельскохозяйства, или в окружении, допустим, хотя бы один наш попался бы туда, или, допустим, президент Академии наук, и тогда бы, международного назначили в Брянский институт, вот, он бы взял очередные 200 косточек, 100 посадил, и 100, эту сотню не тронул, она это, все рядом, 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 на соседних, там, между ними, 3-5 метров, на соседнем ряду взял, все 100 искалечил, то есть, нижняя ветка отрезала, ну, пусть пройдет 3-5 лет, дальше опять, они начнут опять отрастать снизу, это закон природы, она обязана себя спасти, ей нужны нижняя скалечная ветка, а ты их опять, второй год отрежь, на третий год отрежь, и вот ждем, сколько пройдется, пусть пройдет 3-5 лет, и, наконец, правда, все мои железовские утверждения, вранье, все нетронутые мертвы, которых изрезаны штампы, сраными, 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 до полуметра, до метра, официально 90 сантиметров, официальные цифры, вот, они все живы, и я в гроб сходя, благословлю, как там, это, стихотворение, я железа в гроб сходя, благословлю тебя, это самое, и скажу, ты свой миллион заработал, вот, почему, да все уже и так ясно, почему, тогда я, значит, следующим все скажу, железов, знаете, что, прошло полтора часа, дайте, когда, мой дед, пожилой был, говорил такие слова, дайте мне не споки, а я, мятежный, прошу, только дайте мне 5 минут, я на угол, это, чайку себе подалью, две-две минутки, две, 5 минут, это, когда официальный период будет, « Worlds», два, 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 два. Если же что, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ради этого растения и животные, и насекомые, и всё-всё-всё, и бактерии ради этого и живут. И мы тоже. Потому что... О, я сейчас, когда начну объяснять, для чего нужна глюкоза человеку, мы войдём в сторону. Так вот, глюкоза, их живится, как защита, как пища производства глюкозы, и как защита живится. И только самая страшная жадность, невероятнейшая, чтобы продавать вот эти же изделия, производство, чтобы отнять деньги у миллионов наивных людей, которые не обязаны это знать. Лётчик должен знать, как курс проложить. Понимаете? И самолёт посадить. Каждый в своём деле. И хлеб можно выпить такой, что... Один хлеб вкусный, другой невкусный. Тут люди должны знать. А наука должна знать, это хоть чин наш. Всё, что мешает производству глюкозы. Отрезал нижний скелет на ветке, хрен вам, а не глюкоза. Живицу срезал, избавил дерево от защиты полностью. Ну всё, брат, опять шашкой машу. Опять ругаться будешь. Ой. Не знать этого. Почему все молчат? Почему я один воюю? Тысячи, тысячи этих самых хвалебных отзывов в этом. Там, где учат убивать деревья. Ладно. По усынам ещё терпеть меня. Железово открыл новое направление в медицине деревьев. Патолога, анатомия. Свежие снимки. У меня их уже сотни. Дело в том, что они были бы лучше. И даже у меня есть абсолютно такие, которые настолько, как бы сказать, настолько изумительные по объективности, по наглядности, что тут же все должны идти, выбрасывать чёрты подальше эти секаторы и пилы. Вот. Я сейчас не буду расшифровывать. Моя коллекция растёт. Кому надо, тот уже знает, о чём речь идёт. Но у них есть один недостаток в этих. Срезы эти, они случайные. То есть, когда пилил, у меня, я уничтожил 30 апрекосов к деревьям, которым здесь полностью 30 лет. Вот. Даже 20 пилет, надо место освобождать. Для нас землянец, для железовых. Так вот, значит, что получается? Случайные срезы. Где-то они наглядные, где-то нет. И я сказал себе, достаточно одного дня с настоящим учёным. Это значит, что и до сих пор они ещё до конца не распилены. И уже то, что распилено, можно распиливать ещё на ломтике. И вот. И вся картина налицо. Но нужно, чтобы кто-то из учёных поддержал. Потому что иначе никогда новое направление медицины не станет, официальным. Мне одному не потянуть. Патолого-анатомия. Это значит, что избавление от страшных ошибок. От страшных, от этих обрезок на кольцо. И много чего ещё. Ладно. Существенное добавление. Это значит, что я тут ни при чём. Смотрят мои фильмы. Реакция такая. И они все. Там есть просто чуть ли не мат мой адрес. Всякое есть. Человек пишет. Существенное добавление, которое, наверное, бы, следовало бы, поставить на первое место. Что такое Ю. Теперь ВК я не знаю. ВК это я. Кто такой Ю. И его слушателя. У Железова ВК огромный уникальный опыт сибирского северного садоводства. И на складе лет жизни он делится им как умеет. Спасибо. Вот. Но это не всё. Он продолжает. То есть здесь здравие. Спасибо ему. Уникальный опыт. Это ты и всё. Ю. Глядящий морот к Железову ВК. Ну, это уже как-то, знаете, грубо. Глядящий морот. Если вы новичок садоводства, то не попадитесь на категоричность ВК. Будущий собственный опыт вам будет путеводной низкой. Чем иное категорическое утверждение ВК. Вот давайте на это вот. Посмотрите, я выделяю как раз. Будущий собственный опыт. Он складывается из того, что знает каждый. Посадить в ямку. Обкопать это самое. Прислонный круг, да? Вот. Проредите крону. Вот. Посадить косточки поглубже. Кстати, вот всегда у него. Чем глубже садишься, лучше всходят. На этом миллионы попались. Включая крупнейших учёных. Попались на этом. Вот. Провести жизнь. Заниматься всю жизнь селекцией. А элементарно, что посадка на 5-10 сантиметров, это будущая смерть. И так я посадил сотни, ну клянусь богом, что два человека начинали с этого. Два крутейших садовода, классики, мировой уровень. Я посадил сад из тысячи косточек абрикосовых, сад мёртвый. Второй с этого начинал. Я посадил сад. И не знает, а потом, когда читаешь в его книге, что на 10 сантиметров надо закапать. На что стоит это-то? Ведь ты же столько навредил сам себе. Ты 50 лет в садоводстве. Ты сам себе навредил. Только потому что это. Почему не погибают до конца деревья? Это же учёба. Вот. Я же объясняю, почему будущий опыт вам будет путеводной нитью. То есть человек говорит, что это, не попадите на конец. То есть человек говорит, свой собственный опыт имейте. Занимает на полсантиметра и то дерево это, и то опасно. Основание самбо поджимает. А тут на 10 сантиметров. Я там книги. И что тогда получаю? Да, ещё в статье было. Что тогда получается? Хорошо, когда это делают в питомниках. И всходит дружно. А потом на второй год, на третий год, он его выкапывает на продажу. Человек выкопал. Как правило, они не в горшках, а в этих корне собственных. 90 процентов. 95. И вот он теперь отряхнул с него землю, вручил покупателю. Покупатель садит, он уже не закапывает на 10 сантиметров. Если тебе тогда два высота, двух спичек коробков, это вот. Он уже так, вот за один год-то не сгнивает? Так? Не успевает сгнить. Вот я показывал, который успевает сгнить, но, ну, ну, это, там был разговор про яблони, а здесь абрикос. А он еще не сгнивает. Вот. И тогда получается, что пересадка спасла его. Посажен на 10 сантиметров, оставь его, она всегда сгниет. Пересадка. И тогда многие из них спасаются. А тот, кто садит на постоянку, да на 10 сантиметров, он в ловушке. Поняли, да? А что такое непопадательственно категоричность? Собственный опыт. Да собственный опыт, он и приводит к этим ошибкам на газете. Поверьте на слово, умоляю вас. Я сейчас еще тот же пример приведу. Я его раскрою. Значит, смотрите. Итак, мое общение с этим, с крымцанами. Симон в Крыме не хватает. Правильно? Воды. Вспомните, как раз взорвали, Каховскую, это, канал пустой. А садить надо. И садят абрикосы. Я вам показывал фотографию, где всех садят, ну, с экрана, сотню, тысячу, тысячу абрикосов. И садят в глубокие лунки. И если я железу говорю, категоричность железово касается нас 98. Там этот самый, как он называется, господи. Там Жанко и там это, это, таврия. И в этой таврии очень-очень сухо. И он вынужден посадить абрикос, и чтобы сэкономить каждую каплю воды, я ругаю эту самую, капельный полив, а там вынуждены. Каждая капельная, это. Я говорю, поливать надо по периметру кроны. Мне-то что, у меня насос может качать 100 кубов, 1000 кубов. Бывало, что качает, и всё равно колодец не пересыхает. А там-то нет воды. И тогда получается что? Что я должен делать? Учить в ямку или на холм? Если не вдаваться в детали, я говорю, садите на холм. Вот. Так. Год продержался на холму. Потом падает с неба влага. И с помощью листьев специально... Листья – это природа. Листья – это у каждого вида, о чём не знают те специалисты, которые учат приезжать. Что у каждого вида... А расположение листьев своё, форма листьев своя, наклон листьев свой, форма кроны каждого веточки своя, для того, чтобы вот так она растекалась. И со второго года пускай себе льёт как хочет. Холм уже ни при чём. То, что холм сухой, дерево не вредит. У него корни ушли из холма. Так категорически, что всё-таки на холм. А то, что где-то... Мне бы взяли пример... А вот посмотрите фильм. Я вам показывал эту картинку. Я с экрана снял. Вот она, тысячу абрикосов. И вот они, вот такие ямы. И с водой стоят. С воды. Вот. Это только из экономии. Это только до самых сухих мест. Как я могу на это ориентироваться? Если кто-то не хочет вот так вот слушать долго, минута за минутой. Потому что, ещё раз, почему подробно? Это когда-то должно ещё в одни книги лечь. Дайте это самое, миллионы этому... Не мне, Троценко. Он ещё пять книг сделает. Вот всё, о чём я говорю. Понимаете? Дело в том, что надо ориентироваться по принципу перегнуть палку. Забыли про ямки. Хотя где-то в Таврии ямка вынужденная. Воды нет. Поняли? Поэтому я с этим не согласен. Не попадитесь на категоричность. Пусть каждый свой опыт. А этого опыта у миллионов вот столько. И ни хрена садов нет. Берите готовый опыт. Я с ним не согласен. Он начал-то хорошо. Молодец. Вот. Огромный, уникальный опыт. Сибирского, северного. Да на юге он ещё нужнее. Я что, на юге не был? Я что, не вижу своими глазами, что там творится? Привет, Олег Александрович. Ты мне прислал несколько фотографий, а я их забыл вставить. Это Сумская область. Это Салий. Так? Это Украина. Вот. И он мне прислал фотографии персиков, уничтоженных при ревке на кольцо. Специально прислал. А я не догадался, не успел или как, забыл сюда принести в качестве примера. Вот вам и обрезка на кольцо. Вот вам и это погибнет, если не лежит. Я не могу иначе реагировать на это. Не попадитесь на категоричность ВК. Попадитесь, умоляю вас. Иначе никогда с садов не будет. Ладно, так как долго говорил, я пропускаю вот это, вот это, вот это. Ещё что-то про меня есть. Ну-ка. Слушать Зелезо весьма интересно. Говорю без иронии. Спасибо. Вот. Хоть ты взял на себя роль, как бы сказать-то, сверху на меня глядишь. Наверное, у тебя сад лучше моего, да? Особенно, когда он касается не коммерческой стороны. И буду касаться. Мне деньги нужны. Не лично мне. Я этим, сиротам, больным. Вот. Я буду касаться коммерческой стороны. У меня уникальные вещи, я их продаю фактически за бесценок. Знали бы истинную стоимость в Айкосе Китиченко. Истинную. Вот. Дальше. Извините, я это, улёгся. Собственно, садоведение, секретов успешной самодеятельности, селекции, его наблюдений за садами, приёмами, экспериментами, если он не впадает на битую колесу противостояния. Да не впадаю противостояния наукой. Наука-то ни при чём-то. Она просто молчит. Понимаете? Вот эти вот специалисты, да, многие из них имеют дипломы и этих самых, и выпускников вузов, сельхозвузов, и даже кандидатов. Но это не вся наука. Понимаете? Вот я и написал. Нужно перегнуть палку. Давайте теперь так. Это важнейший момент. Я даже рад, что Татьяна... Вот всё мне нравится, да? Она со мной не согласна, да? Она придерживается традиции. А у нас сегодня получилось... Ну, немножко мы поговорили про прививки. Наверное, мало времени уделили. Осталось 20 минут. Смотрите. Ну, письмо уж больно мне подать. Уже спорящих со мной всё меньше, меньше. И теперь я скажу, почему меньше. Не потому, что я такой умный, и не потому, что я такой доказательный. Некому спорить всё. Это не 30-50-е годы. Неплановая сессия, там, это, вахнил, стенка на стенку, академик против академика. Что интересно, те, кто были против Мичурина, Лысенко, а те были во власти Лысенко, они не боялись, они оставили своё. Они знали, что генетика, это всё, что это сейчас уже отменили, фактически. Вот. В 21 веке. Мы отменили. Мы. А тогда это было истинно последней станции. ДНК, железобетонная конструкция. Всё. А теперь читаем Татьяну. Вот. Если привить грушу на яблоню, яблоню на грушу, сливу на абрикос, абрикос на лучу, яблоню на яблоню, вишню на вишню, продолжать можно до бесконечности, мы всё равно получим, привитое растение, и всё. Никакой вегетативной гибридизации. Гибридизации. Поняли, да? Никакой вегетативной гибридизации. Вот. А интересно, как бы её к себе в сад заманить? А, это где-то была... Откуда ж она взялась-то? Ладно, читаем дальше. Гибриды получаются только в результате опыления. Вот именно. Вот Татьяна, она наверняка грамотна, она наверняка закончилась сельхосвудс. И она знает гибриды только в результате опыления. И всё. А я ещё два пути знаю. Я уже об этом сколько раз говорил. Сейчас не знаю, дойдём мы до этого или нет. Вот. В результате опыления. И вот этот путь длиннючий, бесперспективный, когда, ну, 50 тысяч сортов яблоня, ну, получите вы ещё 50 тысяч в первый, 50 тысяч в второй. Что от этого даст? Они не будут ещё крупнее. Они не будут ещё слаще. Они не будут ещё морозостойче. Принцип тот же. Чем более морозостойкий, тем менее вкусный. А? Не так? Чем более вкусный, тем менее морозостойкий. Нарушается закон Менделя. По Менделю есть эти самые. Извините, ребята, можете отключаться, кому это неинтересно. Но я же говорю, элементарные вещи, которые в школе проходили. В школе. Там же на таком высоком уровне нам преподнесена биология. То есть академический уровень перенесли в школу. Десятый, одиннадцатый, даже девятый классы. В школу. И там законы Менделя, и там таблицы Менделя такие. Я думал, это всё, голова не выдержит, лопнет. Школьникам это, если даже мне, которые из там, ну, из первых школьников, да, из первых. Вот. Ну, там из двадцати, из ста школьников, я первый или второй. Так вот. Даже для меня это было. И вот я вижу, почему не выдерживаются эти лица. Три к одному. Доминантные, рецессивные эти самые. Деды. Победила этот самый папа. Ура! Ну, он же декаль. Победила мама культурный. Одна из четырёх вариантов. Мама культурная. И замёрзла. Сколько получается? Три к одному. Так замёрзла же? Нет. Три к нулю. Всё. Мендель не виноват. Мендель не при чём? Он просто ошибался три пятьсот лет назад или триста. Вы понимаете, зачем вы дожили? И вот, куда я клоню-то? А вот то, что под бой влияет на прямой, имеет место быть. Только гибридизация ни при чём. Плоды на прямой могут созревать немножко раньше или позже, чем должны быть по ссору. Совершенно верно. Мы, сибиряки, как раз этим пользуемся. это короче. Нам надо, чтобы под бой давал в прямой возможность созреть быстрее, иначе не успеет до зимы. молниться. Я же говорю, я нарвался на этом. Вы знаете, мне это нравится. Вот есть такой негдот, да? Это когда идёт перебинтованный волк, весь перебинтованный, костылях, звери подбегают. А что с собой случилось? Как ты так, это, почему ты весь искалечен? Да понимаете, в чём дело? Я за зайцем погнался. Ну и что? Ну и догнал, ну и что? А зайц оказался с амбистом. Так вот, она пытается меня достать, да? Как зайца, как ползайца. Слушайте дальше. Может не значить для меня сокус или размер плодов. Но на ветке груши привито яблони, всё равно не согреет груша не яблони. Но это вообще-то я бы даже сказал, знаете как, это нечестно. Вот сказали, груша на грушу, яблони на яблони. Мы же яблони на грушу не поливаем, а груша на яблони. И мы не доказываем, что это объявительный гибрид. А это называется передёркивать. Смотрите дальше. Я сейчас, может быть, другой раз с этого начну, время истекает. Нет, прочту. Садоводство, почему? Потому что дальше доказательство, что доказательство, садоводство, для меня не профессия. Если хотите диагноз, знаете, что это такое? Это вступление в одну из моих книг, которую вы никогда не прочтёте. Потому что вам это большинству не надо. Садоводство – это диагноз. Отказ от личной жизни. Ну, не совсем так, преувеличив железо. Выходных, да, отпусков, да, санаториев, помороженные руки и колени. И, наконец, вершина успеха. Неукровенные культуры. Персики, абрикосы, сливы, урожайные яблоки, съедобные, вишни, сладчайшие груши. Этого не может быть теперь. Это что, не вегетативная гумилизация. Как вы написали? Созревает чуть раньше. Всё? Вкус чуть-чуть меняется. Всё? А? Ну, дальше это самое. Я уже боюсь считать, а то вы всех разбежитесь. Это я уже столько раз говорил. Вот она, обман предательства. Вот. Люди выкладывают за косточку. Представляете, провокация какая? Якобы по тысяче рублей. Отобил обхохоту многим ко мне обращаться. Для косточки тысячи рублей. Ну, вот, давайте так. Полусидема раскрывать не буду. Вот. Значит, его родители, у этого, сорта, это уже не сорт, вы скажете, что академик, сказать, обманул. Академик, он не только не похож, он даже не пахнет академиком. Но в нём, действительно, этот академик был привит, ну, скажем так, уже крупный, где-то 80-граммовый, привит на 20-граммовый априкос, на мазжурский. Ну, надо же сюда заглядывать, то есть не просто вырывать из контекста, жилья рассказала, и затем являться существует. Вот. А это? А ещё у меня, у меня ещё сливые есть такие. Ой, я уже просто боюсь сказать, да что ты нам эти фотографии показываешь? Ничего, придёт это осень, я вам ещё такое покажу. Вот, да, Илья Александровна? Ментор-метод, ментор-метод, способ направленного воспитания. Вот это всё, что признаёт наука. А дальше ни-ни. Вот. Вот. Вот эту подлую тему, вот это, профессиональные краски, оставим для следующего раза. Знаете, куда я сейчас зайду? Я сейчас найду Елену Александровну. Судистая Могорица. Тут ничьи секреты я не открою. Так, досье на Савинич. Почему? Здесь подходящие фотографии. Третье направление, вот оно. Вот. Итак, сажаю, косочки, прямо как сказал, в этой самой броске, что это косочки, прямо из, этого, из Тагеев, секторинских. Там мне таких не было. Годом раньше, видите, это сеянец, он не привитый. Вот. Годом раньше, сейчас покажу, какой он был. А, ну тут у меня не особая папка, а это, это сказать, будущего доктора наук, чтобы было, показать, что она прошла особую школу. Особую школу. Кстати, вот эта фотография, это, я заставил одеть противогаз на ее брата, на Ивана. И сказал, вот этот противогаз, если раздать миллионы, когда-то они, до каждого они были предусмотрены, но лежали в этих специальных, специальных, эти, баба-бежищах, так, вот, взяли своего часа, потому что после атомной бабальдировки без него уже на улице не выйдешь. А так как все это время забыто, и мы так хорошо дружили, расслабились, что теперь, когда дроны начали летать до Москвы, а скоро они прилетят в Средловомск, я не шучу, вот, а высотные дома будут гореть как свечки, и люди будут больше задыхаться, чем гореть. Так вот, попалась такая мне фотография, прокукарекал, где хотите, доставайте противогаз, кто живет в высотных домах. Вот, теперь так, здесь я, наверное, не найду, в общем, вернусь, где был, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, уже эпитериал, где я был, а, вот она, вот вторая фотография, смотрите, значит, годом раньше он был чисто-желтый, все они были чисто-желтые, как получилось, что эти красавцы поменялись, вот этот и следующий, видите, вот, и какой будет на следующий год, я не знаю, а знаете, почему это красный, а потому, что здесь рядом, буквально, в 6-7 метрах, растет, амур, а если бы человек не знал, что это секретарения, что это он поменял окраску, первый кандидат, кто был, чтобы сказать, что это такое, носик есть, внимание, есть, а годом раньше носика не было, а у кого есть носик, носики есть у академика, были, были, у монетовой канадской, тоже были, теперь тоже уже нету, они меняются, и, наконец, амур был, и почти исчез, а вот он носик, и любой, из вас, нет, 9 из 10, кто разбирается, действительно, не вот как эта дама, которая процитировала кого-то, вот, значит, наверняка, раз сада нет, иначе бы она ходила по посаду, и удивлялась, а здесь получается, что, будет и амур, амур-то напротив, вот, с той стороны, метров 4-5, когда, что это получается, это получается прямые, половые связи, они имеют право, дерево меняться, только потом все, потом сюда, а здесь как, и что теперь с ним делать, а он не имеет права жить, как там было сказано, про пыление, ну, потом все, теперь возьмем, вот эти вот, косточки с него, я не стал брать, а, не так, я вам продал, а еще есть, еще есть, вот, это я назвал, абрикосы, каталинские, косточки, еще есть, там найдется еще на 20 посылок, на 20 заказов, заказывайте, что вы получите, Мендель отдыхает, наверняка, среди них будут красные, но это же материнское дерево, а ведь я же еще, будучи совсем молодым, успел, в голове застряла вот эта цифра, что, да, потомство есть потомство, но на материнском дереве, шалишь, не поменяется никогда, а это что? А, Ирина Александровна, как я тебя еще называю, знаешь, ты моя совесть, стал бы я тебе голову, стал бы я говорить, что он привитый, стал бы я говорить, что это сенья самура, вот, все на твоих глазах, только не росли, как бешеные, вот так вот, Мендель отдыхает, почему? Потому что изменились не потомство, а изменилось само дерево, и что теперь он даст, какие кусочки даст, ну да, какие заложены качества в этих кусочках, что вы видите, я не знаю, это вы потом расскажете, но это разве не интересно, ради этого не стоит жить, ради этого не стоит проводить вебинары, а вы знаете, что у меня никогда не было чисто желтых абрикосов, вот не было и все, обязательно были цветные, а теперь скажите, ну вот они, вот в ведре, видите ведре, как это случилось, откуда ветром надуло? Ну? И что я должен переживать, что они неправильные? Да, они неправильные, друзья мои, а это неправильные абрикосы, как вы думаете, они кус потеряли, морозостойкость, наоборот, теперь они ничего не боятся, потому что у них по двое манжурцы, мне осталось говорить три минуты, вот, видите, ну, чтоб ясно было, что это мой сад, вот это, летняя мойка там, не видно, но тут бочка стоит, последний, вот, а вот это, от жадности, да, Грина Александровна, остались, пришла весна, прошлого года, видите, 23-й год, ой, сколько косточек лежало, вот они, красоярцы, от жадности собирает, я так радовался, что они пропадают, смотрите, у него в правой руке, проснулась, да, вот, им цены нет, те, которые выдержали зиму, и проснулись, им цены нет, у меня таких сейчас самосел, растет несколько сотен, вот, где-то косил-косил, косой, бензокосой, вот этой, дррр, обходил, несколько квадратных метров, не стал, обкашивать, буквально несколько квадратных метров, и на этих несколько квадратных метров, растут сотни самосел, им цены нет, это самое ценное цене, чем то, что у меня же растут на грядках, никого не надо, самой страшной науке не надо, ну, что, давайте на этом заканчивать, вот он, поздний Филиппева, сегодня это самое, нет, завтра я нарежу черенки, с него, вот, потом выброшу, ну, ладно, это уже тема грустная, значит, давайте еще раз про черенки, дело в том, что это очень важный момент, это очень важный момент, это добро, не должно пропадать, не должно, не должно, вот это все, не должно пропадать, вот, в принципе, это, я считаю, да, я еще хотел девочек показать, я за кусочки не так боюсь, у меня их все равно избыток, еще на следующий год запас есть, а вдруг не будет урожая, но черенки пропадут точно, вот, вот эти черенки пропадут, и Мичуринские пропадут, это не просто Мичуринские, это клон Железова, вот, а это позднее Филиппева, это клон Железова, ну, я, видите, заметьте, вот, здесь, заметьте, Мичуринские, это один, вот я имел право написать клон Железова, ты раз увеличил, а здесь моей фамилии нет, почему, просто позднее Филиппева, из уважения к Филиппу, Володе, раз, из того, что я его не увеличивал, какой-то черт увеличивает, когда это самое, куда его увеличивать-то, видели, все, друзья мои, время истекло, 2 часа прошло, и так, я знаю, что получилось, неделя прошла, везде были размещены, 29% скидка, да, фактически для всех, там все перечисляются, для тех, кто потерпел неудачу, а есть среди вас, такие, до 90%, инвалидов, для пенсионеров, даже для детей, про школьников я не забыл, но давайте, надо спасать это богатство, 20% скидка, на косточки, и на черенки, и так, мы с вами, выходим отсюда, так, и, попадаем туда, где мы с вами, где мы с вами, где мы с вами, где мы с вами, вот здесь, просто, в прошлый раз, не хотели меня опускать, в мою же комнату, войти в комнату, о, смотрите, не пускает, а, вспомнил, все, впустили, спасибо, спасибо, пустили, вот здесь, так, друзья, давайте, дайте мне 5 минут, перейти в себя, я смотрю, ну, несколько вопросов, 5-10 мы разберем, хорошо, все-таки, это, вы устали, ну, уже традиция сложилась, третий час, для, вот, дихо, и для, этих самых, разговоров, переговоров, сейчас, еще, вспомнить должен, доверить, да, Валерий Александрович, я не дозвонился, в данный момент, что, как дела, не знаю, в закате, переводы перестали поступать, сейчас, еще, 300 рублей ему отправлю, вот, последнее, пожертвование, и, к сожалению, на этом, все, я ему не дозвонился, узнать, как дела, и, еще, скажу такую вещь, значит, ему, или кто-то скажет, или он следит за нами, вот, раньше он как-то не следил, он настолько далек был, от всего этого, от интернета, от компьютера, талантливший человек, да, из тех, которые должны, это самое, лечить в московской, этой, кремлевской клинике, вот из этих, этой породы, а он, он так отстал, а теперь, есть такой человек, вот, он, врач, и еще, химик, он создал, он создал, какое-то волшебное средство, от рака, я боюсь, лишнее говорить, я просто спрашиваю, у, Валерия Александровича, разрешение, нет, я просто дам телефон, этого товарища, если он еще, как сказать-то, ну, и вот так уже много надавали, из рецептов, вот, от, от этого, от онкологии, вот, а вдруг, надежда умирает последней, значит, если сейчас, он меня не услышит, а дозвониться не смог, а здесь все-таки, как бы, общий канал, все общее, вот, узнает он, я тогда, продиктую телефон того товарища, а он вышлет, причем сказал, просто, это, пожертвовать, вот, такие дела, все, я на кухню, и успеем поговорить,